Героиней информационной повестки на днях стала Наташа Королёва, которая рассказала, призналась в программе «Секрет на миллион», что она уже как два года снова мама. У неё уже взрослый, совершеннолетний сын есть от второго мужа, но оказывается она снова мама, но мама не от Тарзана. С Тарзаном они пытались, это она такую же подставу, как с часами допустила, но упорно ничего у них, вот это правда, упорно ничего не Тарзанило, никак. Эко, эко, эко. Нет, коллеги, он 70-го года рождения, она 73-го, им обоим уже под 50, о каком эко и о каких попытках вообще может идти речь. И дальше начинается удивительная история. Часть яйцеклеток, которые делались для попыток сделать ребёнка с Тарзаном, неудавшихся, она это сама признаёт, что они ещё хотели иметь ребёнка, но природа сказала жёсткое «нет». Нет, осталось пару в морозилке от вчера, четыре, да, но я про две, но не вам. Четыре в морозильнике яйца, и она их подарила своему другу нетрадиционной ориентации в США, который хотел стать отцом, но по причине того этого не мог. И он нанял суррогатную мать и о клетке Наташи, и в результате всего этого чуда биотехнологий появилась девочка. То есть, что у неё есть дочка, но она якобы это до последнего скрывала и от мужа, для которого это стало шоком, и от мамы, и от сына, и от всех. И получила в подарок от друга 50 биткоинов, что составляет 2,5 миллиона долларов. По сегодняшнему, по сегодняшнему, вот эта вот информация, которая, да, и по поводу того, что вот девчушка, вроде как, вот она, значит, летает туда, в Америку, и с девчушкой этой видится. Вот, там уже идея о том, кто может быть потенциальным отцом, но имя отца она не называет, но, в общем, интрига, интрига. Коллеги, благодаря тому, что её мама давно отличалась экстравагантностью и претензией на то, что она не хухры-мухры, я о Людмиле Порывай, жительнице Киева. А что она такая, как бы, ВИП, а у ВИП, как у дворян, помните же, принято было, ну, до революции они писали эти вот дворянские книги, и там писалось, кто когда родился. И вот, не знаю, правда это или нет, или это тоже было потом написано для красивой легенды, но факт остаётся фактом. Итак, Наташа в девичестве Порывай себя рассекречивает, давая нам что? Точное, не, ну да, то и так все знают, точное время рождения. Она родилась в 3 часа 52, видно или нет, в 3.55. А теперь давайте из пройденного материала вернёмся к тайм-коду, который мы писали, и найдём ближайший тайм-код. Найдём ближайший тайм-код к тому времени, 3.55 это не фейк, это реальное время, точное время рождения Наташи Королёвой. А ближайший тайм-код на 2.51 называется «Выкидыш. Остановка беременности». Значит, история получается какая? Фейковая. Про дочь, про миллиардера, про ребёнка, который якобы из её яйцеклеток появился. Не появлялся, не появлялся и вдруг появился. Ну, звёзды пользуются тем, что большинство людей слабо понимает про ЭКО, про биотехнологии, про то, что клетки в морозильнике могут типа жить вечно. Конечно, Алла Борисовна-то вообще поставила рекорд, она же сказала, что Лиза и Гарри из клеток вообще 20-летней давности. А ну-ка вы яйцо в морозильнике оставь, куриное, куриное. На 20 лет, как вы думаете, что с ним будет как новенькое? Как новенькое. А? Высок. Ну, это только в помойку такое яйцо. Только в помойку. Даже не то, что глазунью, вы даже омлет не приготовите из этого яйца, которое 20 лет лежало в морозильнике. Но, пользуясь всеобщим непониманием, можно вот эти красивые истории продавать. Я вижу, вы не поняли. Не поняли. Сказка. Все про друга, которому она подарила, и из которого якобы чудом природы появилась девочка, которая, как она говорит, очень на нее похожа внешне. Тайм-код говорит о том, что нет, там у нас с беременностями. Она сына-то родила, уже будучи в годах, и тоже было все очень непросто. А дальше они с Тарзаном, вот это не фейк, это правда, как любящая пара, реально старались и пытались, и применяли и то, и это, но ничего не получилось. Да, родителями во второй раз им стать так и не удалось. А тут вдруг тебе за 50 биткоинов, да, и все удалось. Да, а теперь еще интрига, она там не называет, она говорит, мой друг с Украины приехал в США, стал IT-гигантом, и все наперебой думают, что же за такой богатый друг, который вот себе так бы с помощью Наташи родил, и еще суррогатной женщины родил, да, дочку, да. Но правда, кандидатов нашли, но когда стали разбираться, тоже одно с другим никак не склеивается, да, не монтируются факты. Ну, а она, естественно, имя не называет этого чудесного друга, который теперь воспитывает, получается, их общую дочь. И дарит биткоины, как IT-гигант, биткоины и биткоин. Прикрытие сделки было. Да, ну, в общем, вот такая история.